Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первые видео Авторынок. Если вы на нас еще не подписались, рекомендуем это сделать. На канале большое количество полезного и интересного обо всем, что касается выбора и приобретения поддержанных машин, в том числе и обзоры, сравнения тест-драйва и технические обзоры, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Если вас интересуют автомобили в наличии, либо наши вакансии, все это вы можете обнаружить по ссылочкам, которые будут как в описании под видеороликом, так и на подсказках на экране. В наших обзорах мы обычно рассказываем про автомобили сугубо практичные, кроссоверы, универсалы, семейные минивены и так далее. Но что, если хочется чего-нибудь этакого, экзотического, менее ориентированного на практичность? Совсем не обязательно такая машина будет стоить баснословных денег. Наш сегодняшний герой тарифицируется по рынку в диапазоне от 800 до миллиона с небольшим рублей. А платформа, на которой он построит, довольно хорошо растиражирована, так что проблем с содержанием и обслуживанием подобной машины у вас быть не должно. Встречайте, Volkswagen EOS кабриолет. Построенный на базе Volkswagen Golf 5 кабриолет EOS существует в одном единственном поколении. На российском рынке эту модель продавали официально с 2005, год появления модели, до 2009 года. На европейский же рынок эта машина продолжала поставляться вплоть до 2015, причем после 2010 года ее провели через рестайлинг, в ходе которого существенно переработали внешность. Что касается линейки агрегатов, то в основном на российском рынке машины представлены с бензиновыми моторами. Это атмосферные четверки, объемом 1,6 на 115 сил и 2,0 на 150 сил, двухлитровый турбомотор на 200 лошадей и мотор конфигурации VR6 на 250 лошадиных сил, объемом 3,2 литра. Коробки передач у EOS это либо шестиступенчатая механика, либо робот с двумя сцеплениями, ну а привод сугубо передний. Сегодня в наших руках машина 2008 года выпуска с двухлитровым турбомотором на 200 лошадей и роботизированный. В плане внешних габаритов Volkswagen EOS это не такая уж огромная машина. Длина кузова здесь 4 метра 40 сантиметров, ширина 1,79 метра, а высота 1,44 метра. Колесная база кабриолета 2,57 метра. И при этом, как и любой другой кабриолет, этот не отличается повышенной легкостью. Снаряженная масса автомобиля 1589 килограмм, а максимально разрешенная превышает 2 тонны. Что касается лакокрасочного покрытия у Volkswagen EOS, то слой заводского ЛКП для данного автомобиля будет лежать в диапазоне от 100 до 150 микрон. Кстати, крышка багажника в данном случае пластиковая. По традиции обзор внутреннего пространства автомобиля начнем с багажника, чей каталожный объем для этой машины очень маленький, всего 205 литров. В данный момент в багажнике у нас большую часть пространства занимает сложенный жесткий верх. Особого смысла лезть сюда с замерами нет, но все же для проформы скажем, что оставшееся место в багажнике это 80 сантиметров ширину, 83 сантиметра по длине, плюс лючок для перевозки длинного груза, например, лыж, и 34 сантиметра запаса по высоте от фальшпола до крышки. Ну а под полом в нашем случае скрывается докатка и штатный инструмент. Если же поднять крышу и освободить тем самым место в багажнике, то можно позволить себе чуть больше в плане загрузки. Но на самом деле использовать всю свободную площадь здесь не получится, о чем красноречиво предупреждают запрещающие пиктограммы. Ну а теперь про салон Volkswagen EOS. Здесь очень удобные кресла, это первое, на что обращаешь внимание. Они имеют ярко выраженную боковую поддержку, на спинке и на подушке сидения тоже отделаны кожей и плюс снабжены подогревами. Кроме того, и водительское, и пассажирское сидения имеют электрорегулировки. Сидеть удобно. Рулевое колесо имеет регулировку как по вылету, так и по наклону, причем в достаточно большом диапазоне. Так что с подстройкой водительского места под себя здесь не должно возникнуть вопросов практически ни у кого. При росте 1,86 м, когда я полностью отодвигаю водительское сидение назад, я не дотягиваюсь носком левой полностью выпрямленной ноги до пола салона. Так что запас по длине здесь очень хороший. В плане опоры под локтями тоже порядок. Подлокотник на дверной карте удобный, находится там, где он и должен в принципе быть. Плюс крышка центрального бокса, которая представляет собой подлокотник с возможностью регулировки высоты. Сам руль удобный и подобный дизайн мы видели много где у ВАГа в те годы. Сам руль здесь имеет кожаную отделку и при этом не скользкий. Подрулевые переключатели расположены удобно. Переключаются, конечно, с пластмассовым щелканием, но тем не менее привыкать и тянуться к ним не нужно. На дверных картах стандартный блок управления стеклоподъемниками, стекла передних дверей, плюс маленькие задние окошки, клавиши центрального замка и боковые зеркала. В данном случае здесь и регулировки, и подогрев, но нет функции складывания. Внизу на самой двери располагаются две кнопки. Одна из них это открытие багажника, а вторая отпирание лючка бензобака. Слева от руля классический для всех немецких автомобилей переключатель, отвечающий за свет. Реализованный в виде крутилки. После некоторой привычки пользоваться им очень удобно. Также слева корректор фар. На рулевом колесе клавиши управления мультимедийной системой, а справа управление бортовым компьютером. По центру приборной панели у нас доминирующее положение. Занимает большой экран нештатной мультимедией, которую сюда поставил предыдущий владелец. А внизу крайне лаконичный блок управления климатом. Климат здесь полностью автоматический. Он двузонный и имеет индикацию на двух жидкокристаллических экранчиках, где отображается температура. Боковые поворотные рукоятки отвечают за регулировку температуры, центрально за обороты вентилятора. Все это тактильно различимо и управлять климатикой здесь можно не отвлекаясь от дороги. Это относится также и к клавишам переключения режимов обдува. Они здесь разнесены как бы на два этажа и тактильно различимы. Подогрев сидений может работать в одном из пяти положений и управление им находится также здесь наверху, что удобно. Внизу перед селектором коробки передач клавиши выключения системы стабилизации. Ну и рядом со стояночным тормозом рычаг управления складыванием и подъемом жесткого верха. Пожалуй единственная претензия к эргономике в этом автомобиле, но это можно отнести ко всем Volkswagen этого временного периода. Крайне непривычная и резкая подсветка прибора в плане цветовой палитры. Здесь она красно-синяя и на максимальной яркости изрядно выедает глаза. Так что первое, что лично я бы сделал с приборной панелью старого Volkswagen, это пересветил ее на более удобоваримые цвета. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. В данном случае это обычный легковой автомобиль. Не сказать, что здесь особо много разного рода секретных нычек, но присутствуют как подстаканники на передней панели, так и небольшой центральный бокс. Он реально небольшой и очень неглубокий. Перед селектором коробки передач пепельница и 12-вольтовая розетка. Ну а основной бардачок здесь скромный по объему. Сюда же выведены дополнительные разъемы от магнитолы. И сам перчаточный ящик отделан напоминающим бархат материалом. Подобно тому, как это было реализовано на старых Мерседесах. А внизу дверных карт есть карманы. Правда, они не отформованы под бутылку или какую-либо емкость. Просто обычный плоский кармашек. Кстати говоря, не слишком большой по длине. Что касается обзорности, с учетом того, что большую часть времени эти машины эксплуатируются все же с поднятым жестким верхом. Первый момент. Здесь довольно высокая линия бокового остекления. И очень узкое лобовое стекло. Капот, естественно, полностью не видим. Вы не увидите ни его боковин, ни его переднего края. Причем ни при какой регулировке сидения. Боковые зеркала, несмотря на то, что они небольшие по площади и имеют зауженную краю форму, имеют еще и зону преломления, которая позволяет исключить мертвые зоны. Так что, несмотря на их небольшой размер, привыкания в городском потоке они от вас не потребуют. Все удобно и практично. С обзорностью назад при поднятом верхе дела обстоят не то чтобы очень. Стандартно по легковому, правда с поправкой на непривычно длинный багажник. Поэтому установка на подобный автомобиль камеры заднего вида была бы не лишним дополнением. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении этого кабриолета. И для начала посмотрим, как обстоят дела в плане пространства, когда крыша над вами не нависает. При моем росте 1,86 м я располагаюсь сам за собой и практически сразу упираюсь коленями в сидение. Причем достаточно сильно. Так что в данном случае задний ряд предназначен либо для взрослых небольшого роста, либо для детей и подростков. Кстати, заднее сидение здесь узкое. У него четко выраженная центральная часть, которая не даст вам разместить здесь среднего человека при всем желании, да и по ширине он не войдет. Плюс высокий тоннель на полу. Пинка при этом непривычно вертикальная и, естественно, никак не регулируется. Зато под правый локоть у пассажиров есть опора в виде этакого рудиментарного подлокотника на боковой панели. Ну а из удобств сугубо 12-ти вольтовая розетка в центральном тоннеле и очень-очень небольшая ниша, чье практическое назначение вообще тяжело предположить, поскольку сюда не положить ни мобильный телефон, ни что-либо более-менее крупное вообще. Ну а теперь о запасе пространства над головой, когда крыша на месте. При той же самой регулировке переднего сидения запас пространства над головой, даже с учетом наличия здесь полноразмерного люка, остается достаточно солидным. Так что даже для взрослого человека высокого роста, с учетом наличия регулировки сидения по высоте, этот автомобиль подойдет. А вот сзади картина уже не столь радужная. При росте метра 86 я цепляюсь головой за обивку потолка. Так что ехать здесь мне в любом случае придется не только потеснившись в ногах, но еще и пригнувшись. Что касается начинки подкапотного пространства. То, по нашему мнению, покупать подобную машину с младшими атмосферными моторами 1.6 и 2.0 на 150 сил не слишком целесообразно. Ввиду того, что большого выигрыша в надежности вы здесь не получите, а вот в динамике конкретно проиграете. Поэтому самым распространенным двигателем на российских EOS на вторичном рынке будет двухлитровая турбо-четверка. Ее индекс BWA или BWA. Этот двигатель достаточно старый. Годы выпуска такого мотора совпадают с годами выпуска самого EOS в дорестайлинге 2005-2009 годы. Мотор относится к семейству EA113. Здесь чугунный блок цилиндров, два верхних распредвала, стоит фазовращатель на впускном распредвалу. Есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, естественно, непосредственный впрыск топлива с ТНВД и турбина. Все это дело позволяет снять с двух литров рабочего объема 200 лошадиных сил и целых 280 ньютон-метров крутящего момента. Подобный показатель вполне соответствует более старым объемным моторам, где-то в районе 2,8-3 литра. С этим двигателем машина демонстрирует очень неплохую динамику. До 100 км в час этот кабриолет разгоняется менее чем за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 230 км в час. При этом расход топлива в городском цикле вполне способен уложиться в отметку около 10 литров на 100 км. Что касается характерных проблем для данных силовых установок. Ну, во-первых, это свойственный большинству турбомоторов Volkswagen пилотных, скажем так, серий, масложор, который имеет свойство прогрессировать с большим пробегом. Как правило, повинна в этом поршневая группа и некоторые отдельные фанатики кардинально решали вопрос через покупку и установку сюда кованой поршневой. Блок двигателя же в этом случае, как правило, не страдает, ведь он здесь полностью чугунный. Второе. Благодаря непосредственному впрыску топлива на данных двигателях происходит нагарообразование в клапанном механизме. Поэтому при манипуляциях, связанных с разборкой и вскрытием мотора, целесообразно здесь клапана очищать, причем делать это механическим способом. Либо, чтобы этим не заниматься, использовать только качественные горючесмазочные материалы, именно масла, и менять их не реже, чем раз в 5000 км пробега. Кстати, паспортный бензин здесь 95-й. Сама турбина здесь беспроблемная, как правило, выхаживает на очень-очень большие пробеги. А вот со стороны коллектора с изменяемой геометрией иногда бывают сюрпризы, кардинальным решением которых будет удаление заслонок и перепрошивка силового агрегата. Также большинство владельцев автомобилей с подобным двигателем после 100 тысяч километров практически наверняка успели поменять муфту фазовращателя. Ну а привод ГРМ здесь комбинированный. Основной привод осуществляется при помощи ремня, ну а цепь связывает между собой распредвалы. Цепь, кстати, отнюдь не вечная, поэтому менять ее целесообразно вместе с заменой самого ремня. На автомобилях с большим пробегом крайне желательно также продиагностировать состояние ТНВД. Ну и последнее, на этих моторах не отличаются повышенным ресурсом катушки зажигания, так что если вы владелец машины с таким двигателем, на всякий пожарный закиньте в бардачок одну запасную катушку. Лишней она там точно не будет. Ресурс этого двигателя порядка 250-280 тысяч километров до переборки. И, кстати, мотор довольно распространенный. Ставился он и в Volkswagen Passat в кузове B6, и во второго поколения Skoda Octavia, и, естественно, в пятый Golf. Ну а если вы не хотите связываться с турбонаддувом вообще, попробуйте найти на вторичке Volkswagen EOS с мотором 3.2. Его индекс BUB. Этот мотор имеет конфигурацию VR6, то есть V-образно-рядный. По сути, это V-образный двигатель с настолько малым развалом блока цилиндров, что накрыт он общей головкой блока. Дорожный просвет Перед тем, как посмотреть на Volkswagen EOS на подъемнике снизу, давайте поговорим про дорожный просвет. Каталожное значение которого для данной модели составляет всего 105 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли все грустно на самом деле. Низшая точка в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека, и до нее от асфальта 13 сантиметров. Расстояние от земли до края переднего бампера 16. Отбортовка под домкратника 17 сантиметров за передним колесом. Задняя часть порога 20 с половиной. Ну и до края заднего бампера 24 сантиметра. Причем выхлопная труба и глушитель находятся полностью в его габарите, так что парковаться даже к высокому бордюру задним ходом на этом кабриолете можно. Что касается ходовой части этой машины, передняя подвеска у Volkswagen EOS это, конечно же, традиционный Макферсон. При этом надо отдать должное вагу. Нижние шаровые опоры в передних рычагах имеют болтовое соединение. Для их замены не придется снимать весь рычаг. Поменять можно отдельно, в том числе на оригинальную деталь. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится на подрамнике, причем за рулевой рейкой, и доступ к креплениям стабилизатора для замены втулок здесь, мягко говоря, никакой. Поэтому для подобных процедур придется демонтировать подрамник. Что касается ресурса ходовки этого автомобиля, на самом деле здесь все отнюдь неплохо. И свои 100 тысяч километров оригинальные компоненты выхаживают. Причем это касается в том числе и таких расходников, как, например, сайленд-блоки передних рычагов. Что касается антикоррозионной обработки кузова снизу. Во-первых, мы видим, что все днище машины практически по всей площади закрыто. Либо пластиковыми накладками, либо термозащитой. Лишены защиты, по сути, только сами пороги. Но, несмотря на то, что пробег этого автомобиля более 230 тысяч километров и машины 2008 года, каких-то следов ржавчина на порогах в данном случае не видно. Так что с большой долей вероятности в плане стойкости к коррозии у этих автомобилей все обстоит крайне благополучно. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Сам он пластиковый, его объем 55 литров. Пластиковая также здесь и заливная горловина. Поэтому проблем с коррозией по части топливной системы тут точно не будет. Задняя подвеска у этого Volkswagen это непривычная балка. Привычная по другим бюджетным машинам. Здесь у нас все-таки многорычажная схема. По одному продольному и три поперечных рычага на каждой стороне. Доступ к заднему стабилизатору здесь не в пример лучше. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену данных компонентов. Несмотря на обилие здесь сайлентблоков, как правило на пробегах до 150-180 тысяч в заднюю подвеску этих машин лазить в общем-то не приходится. Помните о том, что EOS это кабриолет, а следовательно есть приличный шанс, что несмотря на жесткий верх машина все же была сезонной игрушкой. И, соответственно, найти подобный автомобиль с небольшим пробегом будет реальнее, нежели отыскать гольф с пробегом до сотни. Таким мы увидели сегодня кабриолет Volkswagen EOS. Надеемся, после просмотра этого видео у вас появилось общее понимание того, что представляет собой подобная модель. Если же у вас была или есть до сих пор такая машина, на которую вы накатали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и чем дополнить, пишите все это в комментариях. Люди, которые думают о покупке подобной машины, опираясь на ваш комментарий, могут все же сделать выбор. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем, ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока!